В обзоре партийной прессы свежие номера газет «Правда», «Советская Россия» и «Красный путь». Кто бандитов хуже? Получаются думские законодатели, принимающие антинародные законы, которые выходят регулярно и целыми пачками. В этих вариантах законодательные мысли немало бездарных, а порой и зловредных страниц, которые, увы, не захлопнуть, не вырвать нельзя. А жить по ним нам с вами. На второй полосе свежего номера «Правды» статья, посвященная последним законопроектам, за которые проголосовали депутаты Госдумы. На четвертой полосе интересный репортаж с китайского острова Хайнань. «Жемчужина на солнечном берегу» – так и заглавлен текст. Хайнань включен в список самых интересных для посещения туристических мест на планете. Кто бы мог подумать об этом в 1989 году, когда на месте будущего мирового курорта была обычная рыбацкая деревенька. Советская Россия – одно из немногих партийных изданий, которое рассказывает, что на самом деле происходит с представительной властью разных уровней. В свежем номере несколько материалов, касающихся новых законодательных инициатив. На второй полосе статья «Не трогайте семьи. Это самое безопасное место на земле». Материал посвящен спорам вокруг законопроекта об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации. С одной стороны, семейное насилие не просто существует, оно приводит к чудовищным результатам. 79% всех женщин, осужденных в нашей стране за убийство, решились на это преступление, так как в течение длительного времени подвергались насилию со стороны своей жертвы, чаще всего мужа. Они защищали свою жизнь и здоровье, считая, что у них был единственный выбор – убить и сесть в тюрьму или погибнуть самим. Правда, суд посчитал, что эти женщины имели возможность найти другие варианты решения проблемы, поэтому признал их виновными. Причина семейного насилия в большинстве случаев экономическая. Она в материальной зависимости женщин от насильников. Поэтому предложенный в Госдуму закон в том виде, в каком он составлен сейчас, не решает проблемы семейного насилия, а лишь дает государству право вмешиваться в отношения внутри семьи. По стране уже прокатилась волна митингов против этого законопроекта, в которых участвовали сторонники различных политических взглядов, в том числе и представители КПРФ. Рубрику «Социальная хроника» открывает полезная информация о возможности досрочного выхода на пенсию. Оказывается, массовые сокращения, банкротство, а также ликвидация организации могут стать основаниями для выхода на досрочную пенсию. Речь идет о людях с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, официально зарегистрированных в качестве безработных. Потенциальный пенсионер не должен отказываться от возможных вакансий или переобучения, которые могут предложить на бирже труда. Только если все эти меры не помогут найти работу, возможно досрочно выйти на пенсию. Необходимое заявление будущий пенсионер должен направить в пенсионный фонд. В общем, если вас сократили, не впадайте в депрессию, займитесь хождением по бюрократическим кабинетам, и это даст вам шанс стать пенсионером по советским нормативам. В свежем номере «Красного пути» в рубрике «Социальный геноцид» обращает на себя внимание материал «За то, чтобы выжить» 150 тысяч рублей. Слишком дорого селянам обходится провести голубое топливо к своим домам. Есть подозрение, что компании по установке оборудования хорошо наживаются, а власть этому потворствует. Обычной семье нужно выложить 150 и более тысяч рублей за проводку и установку. Актуальный материал читайте на первой странице. В Омском обкоме КПРФ прошел образовательный проект «Модель Государственной Думы». Это уже вторая сессия игрового молодежного парламента, где политически ориентированная молодежь глубже изучает работу законодательных органов нашей страны. Корреспонденты газеты «Красный путь» побывали на этом проекте и научились быть депутатами. Что значит быть автором законов? Как научиться вести политические баталии? Об этом мы не только в материале под заголовком «Как стать хорошим депутатом» на третьей странице свежего номера. В рубрике «Человек на своем месте» рассказ о молодом коммунисте-педагоге Степане Кашкареве. Зарплата не только деньги, но и индекс ценности труда. По данным Минпросвещения, молодых учителей в России всего 11-13%. Большинство же педагогов, работающих в сегодняшней школе, люди пенсионного и предпенсионного возраста. Молодежь не спешит в профессию, работа тяжелая и платят за нее мало. Почему Степану нравится работать в школе? Какие проблемы он видит в образовательной сфере и как предлагает с ними бороться? Интересный материал на 16-й странице. Также читайте в свежем номере «Новости спорта» письма наших читателей, рубрику «Суд до дела», детскую страничку «Яролаж», разгадывайте шахматные задачи. Таков краткий обзор свежих номеров партийной прессы. Читайте, обсуждайте, рассказывайте друзьям. Подписку на партийные издания с большой скидкой для себя и своих близких можно оформить в районных местных отделениях КПРФ, которые в Омске находятся по адресам. Улица Маяковского, 64, телефон 37-12-88. Улица Рождественского, 3-Б, телефон 45-05-28. Улица 4-я линия, 244, телефон 54-64-71. Проспект Мира, 37, телефон 67-11-44. Улица Фрунзе, 93, телефон 25-13-82. Улица Профинтерна, 15, телефон 37-23-27. Продолжение следует...